Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Прочитал новости о том, что россияне обрушились на Шепелева, раскрытевавшего празднование 9 мая. Значит, Шепелев опубликовал у себя пост и подверг критике парад Победы, собственно говоря, и военный парад, военную часть. Ну, в общем-то говоря, как военная часть. Весь парад и есть военная часть. Значит, вот что пишут. Давайте сначала по-быстрому прочитаем, потом обсудим. Пост телеведущего Дмитрия Шепелева про празднование 9 мая вызвал огромный резонанс в социальных сетях. Шоумен признался, что у него в этот день не праздничное настроение, для меня это день грусти, написал он. Шепелев считает, что 9 мая это предупреждение об ужасах войны, а вот демонстрации военной мощи в этот день он никак не понимает. Свой пост Шепелев сопроводил в видеозаписи полета российской авиации, сделанном из окна его квартиры в центре столицы. Многие подписчики не согласны с его словами. Значит, отметили, что Шепелев и Собчак, Собчак тоже предложил заменить парад, мы об этом с вами еще поговорим. Солидализировались. Значит, в плане оценки 9 мая перепутали 9 мая и 22 июня, который по-настоящему является днем грусти. Демонстрация военной мощи это, прежде всего, защита, пишут люди, это демонстрация безопасности и готовности к обороне. С какой стати грустить в день победы? Армия должна быть всегда в боевой готовности. Нет, давайте мы будем хилыми и слабыми и позволим кому не по пути диктовать свои правила. Дмитрий, зря вы это написали, странно даже, я была у вас лучшего мнения. Если вы не понимаете, что происходит на Красной площади 9 мая, то это не ваша страна, вам здесь не место. Высказались подписчики. Ну, есть и те, кто написали, что Дмитрий прав. На самом деле, что колоссальный бюджет тратится на празднование Дня Победы и так далее. Но я так понимаю, что тема довольно острая и бурно обсуждаемая. Давайте тоже, в общем-то говоря, не будем оставаться в стороне и тоже обсудим. Вот что я думаю. Значит, в первую очередь мне понравилось, конечно, как написали, что Шепелев снял видео из своей квартиры, которая находится в центре столицы. Ну, Шепелев, я думаю, понимает, в какой стране надо жить и где надо работать, да, для того, чтобы квартиру иметь в центре столицы. А потом он критикует, что ему не нравится, что происходит на Красной площади. А что тогда хорошо такой ракурс у тебя снимать квартиры, если в центре Москвы? На самом деле, друзья, вот если порассуждать, что я хочу сказать. Все дело в том, что с моей точки зрения, мне сегодня тоже написали пару комментариев, что только я сказал светлый день и так далее, день скорби. Нет, это правильно, потому что мы чтим не только, так сказать, не только преклоняемся перед теми, кто жив, да, кто дожил до сегодняшнего дня. Вы знаете, что года идут, ветераны становятся все старше и старше, так сказать, и время не щадит никого. Но мы чтим память миллионов людей, павших на полях, значит, сражений, которые, люди, которые совершали поистине героические поступки. И они не вернулись с этих полей сражений, а миллионы людей в замученных лагерях и так далее. И это, конечно, день скорби. Но я исхожу из понимания того, что есть традиция. Если мы вспомним 45-й год и посмотрим какие-то кадры военной хроники, мы увидим, как люди, которые являются, значит, теми, кто участвовал, теми, кто ждал своих родственников, как они относились к тому, что закончилась война. Ну, как вот они относились? Они радовались, они были счастливы. Они дарили друг другу цветы, обнимались на улицах, танцевали. Они были счастливы, что ужасы войны окончены, что, наконец, будет мирная жизнь. Что дальше их ждало, не будем в историю, в исторический экскурс вдаваться. Но люди были счастливы. И если современники войны, когда она была окончена, когда советские войска разгромили фашистскую заразу, чуму, значит, были счастливы. Почему составился военный парад? Военный парад состоялся, как я понимаю, насколько я это понимаю. Да, вы напишите свое мнение, если у вас отличное от моего. Да и если не отличное, тоже пишите ваши мысли. Потому что те солдаты, которые были в боях, которые, собственно говоря, прошли все ужасы войны, они получили возможность маршировать по Красной площади, главной площади страны и показать, так сказать, что Советский Союз непобедим и что Советский Союз одолел это все дело, эту всю фашистскую чуму. И, значит, показать в том числе жителям Советского Союза, что, значит, собственно говоря, просто вот вместе собраться на площади, насколько я понимаю, насколько вот это для меня понятно, да, тем воинам, которые прошли ужасы войны, собраться вместе на площади и посмотреть просто друг другу в глаза, что мы здесь, мы в центре столицы, мы отстояли нашу родину и мы живы, мы живы, живы наши сестры, матери, которые, собственно говоря, многие и погибли. Но вот мы отстояли то, что смогли, отстояли, да, самое главное, родину отстояли, вот мы здесь, вот в этом был посыл этого военного парада, кинуть эти ненавистные знамена фашистской Германии, понимаете, в чем дело? В чем был смысл провести фашистских военнопленных по Москве, да, в том, чтобы показать, что вот мы победители, что вы пришли, значит, собственно говоря, забирать нашу землю, забирать наших женщин, забирать все, и вы вот чем закончили, вот ваши знамена здесь валяются, а мы победители. Это было тогда. Теперь вы скажете, а как это относится к сегодняшнему дню, исходя из того, что сейчас же, друзья, ну, вот это традиция, если говорить, это день скорби. Вот Шепелев говорит, вот авиация летит над моей квартирой, которая находится в центре столицы, вот он критикует, сидит в центре столицы, в хорошей квартире, с хорошим видом, авиация летит, он все это снимает, и ему не нравится то, что происходит. Друзья, но если это традиция, потом военный парад каждый год, он происходил с теми же людьми, которые воевали. Условно говоря, время шло, люди-то, в общем-то говоря, были молодые, не прошло уже 70 лет со дня, или 75-76, понимаете, в чем дело? Люди выходили, потому что они хотели помнить эти ужасы войны, для того, чтобы будущим поколениям передать, и для того, чтобы самим не забывать всех павших, так сказать, своих однополчан и так далее, да? И они выходили каждый год, потом все меньше становилось ветеранов, все меньше ветеранов, все меньше ветеранов, и вот уже стали выходить не ветераны, а подрастающее поколение, потому что преемственность, потому что память, потому что на генном уровне те ужасы, которые люди видели своими глазами, хотели передать, и передавалось все это подрастающее поколение, подрастающее поколение хотело нести эти знамена, как, я понимаю, как символ того, что мы гордимся тем, что мы являемся сыновьями победителей в этой войне ужасной, да, самой, самой ужасной войне, что мы являемся сыновьями этих, этих героев, которые совершали подвиги, и дальше уже не только сыновьями, а потом внуками и так далее, и люди, которые выходят на парад, насколько я это понимаю, ведь некоторые ветераны сейчас еще находятся, и они сидят в преклонном уже возрасте, и смотрят на этот военный парад, вспоминают, как они выходили, и сейчас, когда выходят военные, насколько я это понимаю и вижу, они выходят, потому что они чувствуют, что несмотря на то, какой строй в стране, какая там власть и так далее, самое главное, военные выходят, потому что они понимают, что в случае военной угрозы, значит, подвиги будут совершать они, так же, как их деды и прадеды, и вот выходя, они помнят это и чтят память, поэтому, когда говорят, день скорби, это или, значит, светлый праздничный день, я опираюсь на тех, кто был тогда, когда был 45-й год, для них это был праздничный, светлый день, когда они танцевали, дарили друг другу цветы, и были счастливы, что война окончена, это уже впоследствии потом посчитали, сколько людей погибло, и до сих пор, по-моему, неизвестно точно, огромное количество, огромные человеческие жертвы, потом впоследствии уже открылись все эти ужасы войны, которые были потом уже рассекречены, и, значит, стало понятно, какой ужас творился, но тогда люди радовались, и сейчас по традиции 9 мая это день праздник, когда война окончена, когда люди радуются тому, что сейчас уже мы, потомки тех людей радующихся тогда, что война окончена, что они могут жить и строить свою семью, рожать детей там и так далее, мы, потомки тех людей радуемся, что мы живем в свободном мире, в свободной стране, благодаря тем людям, которые радовались тогда, вот что я хочу сказать, поэтому, конечно, это день радости безумной, но как и тогда, они чтили память тех, кто не дошел, кто не выжил, со слезами, не зря поется в песне, это праздник со слезами на глазах, праздник в песне, самой главной песне, которая, значит, посвящена Дню Победы, да, значит, этот день мы приближали как могли, это радость со слезами на глазах, радость со слезами на глазах, поэтому я считаю, что спорить праздничный это день, светлый день или день скорби бессмысленно, это радостный день, праздничный день, светлый день, со слезами на глазах в память о всех тех, кто пал на болях сражений, поэтому то, что Шепелев пишет, что я не очень понимаю военную технику и так далее, для чего демонстрация военной техники, это не демонстрация военной техники, это еще раз скажу, это то же самое Шепелев может написать, зачем была демонстрация тогда, собственно говоря, военной техники и зачем военные в 45-м вышли на парад, зачем надо было выходить на парад, вот он на этот вопрос же может сам себе ответить, зачем люди вышли, потому что еще раз я уже объяснил зачем, да, сейчас люди выходят не для того, чтобы побряцкать оружие, а потому что это память и вооружение изменяется и так далее, и это уже не, это не просто парад техники, грубо говоря, понимаете, там научно-историческая выставка, это парад в память о тех людях, которые выходили тогда, неужели это непонятно Шепелеву абсолютно, я считаю, что это праздник со слезами на глазах, но парад этот, он и придуман для того, что разный родовойск, и когда они идут, говорят же, что это вот, значит, такое-то училище или такой-то там академия, из которой вышло там 7 или 8 героев Советского Союза и так далее, то есть тех, то есть он, например, это училище существовало еще в советское время, и когда началась война, война шла, из этого училища вышли, из этой академии вышли герои, которые, собственно говоря, помогали выиграть войну, и вот потомки их, они маршируют, и потом показывают военную технику, я не знаю, здесь в чем проблема, почему здесь такая дискуссия развернулась, но я считаю, что парад должен быть, обязательно, в обязательном порядке, иначе тогда спросите себя, зачем парад в 45-м году был нужен, в принципе, но, наверное, на этот вопрос здравомыслящие люди понимают ответ, зачем он был нужен, затем и сейчас он нужен. Друзья, это мое исключительно субъективное мнение, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, а Шепелева я не могу понять, потому что если он критикует, нет, мнение, каждый имеет право на мнение, но если мне понравилась вот эта фраза, что Шепелев критикует, значит, парад, да, значит, не понимает, зачем нужна военная техника, авиация, сидя в центре, с самой удобной точкой съемки, ну, ну, это вот, понимаете, это вот, я считаю, это как-то вот для меня непонятно, заработал на то, чтобы сидеть в центре Москвы, в шикарном месте и все это снимать, и начинает критиковать основы совершеннейшие, основы, значит, память, которая уходит туда в 45-й год. Друзья, интересно ваше мнение, интересная тема, довольно острая, она в сети развернули целые бурные дебаты, пишите, пожалуйста, ваши комментарии, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, всем пока, до встречи!